МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рокотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Человек, который открыл закрытый порт в Владивосток, Юрий Авдеев, рассказал, как сделать Краевой Центр мировым городом. Мы понимали, что без этого акта открытия города развитие дальше просто невозможно. Фестиваль МИДИ стартовал в Приморье, как и где выращивают деликатесных моллюсков в промышленных масштабах. В ресторанах Владивостока и Находке стартовал фестиваль Приморской МИДИ. О всех подробностях расскажу вам я, Дмитрий Беломеснов. Сотрудники детской краевой клинической больницы номер один получили награды Министерства здравоохранения за блеском нагрудных знаков сотни спасенных детских жизней. Это не награда мне конкретно, это награда коллектива. Также в выпуске в части Владивостока осталась без горячей воды. Стартовали гидравлические испытания. Еще расскажем, в районе перекрестка улиц Русской столетия появится умный светофор. Его установки поспособствуют японские специалисты. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Вспышка птичьего гриппа выявлена в Приморье. Ее зафиксировали специалисты на фабрике «Надеждинская птица». Пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщает, что вирус подтвержден лабораторно при исследовании биоматериалов. Выделен РНК вируса гриппа птиц типа АПА типа H7. Сейчас проводятся мероприятия, предусмотренные правилами по борьбе с данным вирусом. Отмечу, что благодаря высокой способности к изменению данным гриппом болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек. Специалисты предупреждают, что не следует покупать для употребления в пищу мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли, где нет ветеринарных лабораторий, а также если продукты не имеют ветеринарных документов. При выявлении признаков заболевания у птиц или обнаружения мертвой птицы необходимо немедленно оповещать ветеринарную службу или управление Россельхознадзора. В понедельник специалисты Россельхознадзора провели совещание, на котором рассмотрели меры предотвращения распространения вируса и контроля над ситуацией. Депутаты Приморья согласовали дату проведения досрочных выборов губернатора региона 2-е воскресенье сентября 2018 года. Напомню, глава региона досрочно сложил свои полномочия в октябре 2017 года. По закону, выборы должны состояться в ближайшее 2-е воскресенье сентября. В 2018 году эта дата выпадает на 9-е число. В этот день также пройдут до выбора депутатов законодательного собрания в связи с переходом Константина Богданенко и Александра Костенко на работу в администрацию Приморья на должности вице-губернаторов. Окончательная дата будет утверждена на ближайшей сессии Краевого парламента. Напомню, президент России Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского. 4 октября 2017 года в Рио губернатора региона назначен Андрей Тарасенко. Дата досрочных выборов губернатора края должна быть утверждена до 10 июня. Как сделать Владивосток мировым городом? Каким критериям должна отвечать Краевая столица, чтобы получить этот статус? Главные стратегические задачи обсудил в эфире Радио Лемма журналист Андрей Калаченский с ведущим научным сотрудником Тихоокеанского института географии Девуоран Юрием Авдеевым. Колумб морем шел, и он ступил на берег Америки, а мы вот шли наоборот по суше и вышли на берег Тихого океана. 380 лет будет в следующем году. И из них всего 160 лет будет Владивостоку через пару лет. То есть нашему городу даже меньше, чем половина этого срока здесь. Каким нам видится Владивосток? Вот для этого разговора я пригласил Юрия Алексеевича Авдеева. Он ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Данилосточного отделения Российской академии наук. Открыт-закрытый порт Владивосток. Эти стройки Владимира Высоцкого стали своего рода пророческими благодаря Юрию Авдееву. Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Девуоран. В 1990 году он был депутатом городского совета 21-го созыва. Проект «Открытие Владивостока» рассказал Юрий Авдеев в прямом эфире Радио Лема. Он разработал буквально за одну ночь. Спусковым крючком стала фраза министра иностранных дел Эдуарда Шварнадзе, что «Открытие Владивостока» состоится не ранее 1996 года. Мы понимали, что без вот этого акта «Открытие города» развитие дальше просто невозможно. Именно поэтому, да, и кроме всего прочего, если вы помните, в сентябре 1990 года, вопреки всем, так скажем, положениям города, проходил первый международный форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке. Указ об открытии Владивостока Борис Ельцин подписал 20 сентября 1991 года. Это дало новый толчок для развития города. И тогда родился новый проект, рассказал Юрий Авдеев, который назывался «Большой Владивосток», о котором скоро забыли и вернулись только спустя 20 лет. К «Большому Владивостоку» вернулись на одном из дальневосточных саммитов или конференций, которые здесь проходили, когда в администрации края, там, департамент архитектуры и градостроительства, вдруг неожиданно, ровно вот один к одному вытащил проект «Большой Владивосток» и презентовал его как нечто абсолютно новое. Для того, чтобы сделать Владивосток мировым городом, наравне с Нью-Йорком, Токио и другими мегаполисами, необходимо решить, говорит Юрий Авдеев, два вопроса. Определиться со статусом города и включить в агломерацию часть акватории, которая сегодня находится в федеральном подчинении. А также создать во Владивостоке биржу, такую, как Московская или, например, Токийская, которая будет специализироваться на торговле ценными бумагами, валютами и производными финансовыми инструментами. Здесь нужно прежде всего думать о корректировке таких законов, как закон о свободном порте, закон о территориях, опережающего развитие и даже, может быть, то, что связано с Дальневосточным гектаром. До Конституции не дойдем? Вот. До Конституции доходим. Доходим. Экономическое развитие Владивостока и Дальнего Востока – одна из приоритетных задач в государстве. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Необходимо строить новые порты, развивать отрасли добывающей промышленности. Для того, чтобы привлечь на Дальний Восток людей, нужно реконструировать Транссибирскую магистраль, сделать ее скоростной. Эти задачи стратегические, говорит Юрий Авдеев, и решать их необходимо на государственном уровне. Но, как и 30 лет назад, подчеркивает он, инициатива должна быть на местах. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Тем временем первый во Владивостоке умный светофор начнут устанавливать уже в июне. Сейчас специалисты России и Японии совместно разрабатывают технические решения по установке умного светофора на одном из самых оживленных участков города в районе перекрестка улицы Русской и проспекта Столетия в Владивостоку. Соответствующее соглашение подпишут в конце мая, после чего специалисты приступят к монтажу оборудования. Запустить в работу объект планируют к началу сентября. Вопросы сотрудничества и совместной работы российской и японской сторон по внедрению пилотного проекта глава Владивостока Виталий Веркиенко обсудил на встрече с руководителем направления продаж оборудования по регулировке дорожного движения «Киосан Электрик Хома» и «Сухико». Учитывая многолетний опыт работы «Киосан Электрик» в этой сфере и успешные примеры реализации проектов в Воронеже и в Москве, мы бы очень хотели, чтобы эта технология была применена в Владивостоке и как можно быстрее. Глава города подчеркнул, внедрение данной системы поможет нормализовать движение и избежать образования пробок. Система умных светофоров позволяет сократить время движения транспорта на участках до 40%. Уменьшение заторов автотранспорта достигается за счет установки ультразвуковых детекторов и контроллеров, регулирующих работу светофоров в автоматическом режиме в зависимости от интенсивности движения на участке. На перекрестке проспекта Столетия Владивостока и улицы Русской установят 9 контроллеров. Их места установки определили российские и японские специалисты в ходе совместных выездов на объект. Отмечу, что приобретение оборудования для умного светофора и его запуск осуществляется за счет японской стороны. Управление дорог и благоустройства совместно с управлением по вопросам ТЭКа займется монтажом стоек и подключением к электросетям. Детская краевая клиническая больница номер один отметила день рождения. Одному из важнейших учреждений здравоохранения исполнилось 47 лет. Сегодня это крупнейший современный многопрофильный детский медцентр не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. На торжественном собрании его лучшие сотрудники получили награды Министерства здравоохранения. О специалистах, которые стали главными героями торжеств, расскажет моя коллега Катерина Матвеева. В данном случае это нейрорефеторный мочевой пузырь называется. Если бы был пузырь на мочеточник рифлис, то он там еще делится по степеням. И в зависимости от степени принимается какая-то тактика ведения больного. С головы до пят. В день рентгенолог Татьяна Цветкова просматривает до 50 снимков. Сколько снимков, столько же и заключений. В каждой нужно смотреться, над каждым подумать. Ведь за снимками стоят здоровье и жизни детей. Уже больше 30 лет Татьяна Владленовна занимается обследованием всех органов и систем человека. После прохождения интернатуры открывался вот этот большой корпус. И нас оставляли на работу после интернатуры. И предложили несколько специальностей на выбор, кем бы хотели остаться работать в этой больнице. И я выбрала врача-рентгенолога. Потому что я еще два года медсестрой подрабатывала в детской травме. И мне очень нравилось рассматривать эти снимки, искать линии перелома. И все подружки свои все показывала. Она говорит, я не удивляюсь, что ты стала рентгенологом, потому что ты мне все время эти снимки показывала. А в этом году Татьяна и две ее коллеги из детской краевой больницы получили государственные награды от Министерства здравоохранения России. О своих трудовых подвигах врачи много не говорят. Уверяют, что достаточно просто любить свою работу. И не жалеть сил на то, чтобы дети выходили из больницы здоровыми и счастливыми. Тебя сейчас беспокоит что-нибудь? Нет. Нет? Ни боли никакие не беспокоит? Нет. Ни температуры у тебя нет? Нет? Ты как обычный ребенок ходишь в школу, нигде никаких у тебя ограничений по нагрузке нет? Нет? В отделении находятся дети со сложными пневмониями, патологиями органов грудной клетки, пищевода и другими опасными заболеваниями. Чтобы поставить на ноги ребенка, педиатры работают параллельно с хирургами. Задача педиатра – поставить диагноз, определить объемы обследований и лечения, тактику ведения ребенка после выписки из стационара. Это не награда мне конкретно, это награда коллектива, потому что один человек в такой сложной работе ничего не сделает. Это награда коллектива, коллектива единомышленников, с которыми мы практически 33 года решаем сложные задачи. И если бы не этот коллектив, конечно, и не состоялся бы никакой конкретно личный один человек, потому что это так. А вот и хирург, она же заведующая отделением экстренной хирургии Екатерина Шмырева. Под ее контролем и с ее непосредственным участием в отделении оперируют детей, в том числе и неонатального возраста, тем, кому не исполнилось даже месяца с момента рождения, а также детей с экстремально низкой массой тела. Таких специалистов, как Екатерина Шмырева, в крае – единицы. Безусловно, категория детей, которые неонатального возраста – это достаточно сложная категория, потому что этот ребенок не может пожаловаться вам на какие-то проблемы со своим здоровьем. То есть здесь, в первую очередь, опыт, который совместный хирургов, неонатологов и врачей-реаниматологов. И, соответственно, это команда, которая занимается непосредственно детьми данной возрастной категории. Детская хирургия, она очень интересна. Естественно, безусловно, видеть улыбки детей, видеть, как они уходят здоровыми своими ногами из отделения – вот это дорогого стоит, и, наверное, ради этого мы здесь и работаем. Врачи года во всех основных специальностях выбирают и награждают уже несколько лет. Сегодня Минздрав Российской Федерации во взаимодействии с властями региона реализует массу программ, направленных на то, чтобы профессию врача снова сделать престижной. Ведь эта профессия требует глубоких знаний и практики, большой отдачи железных нервов, выдержки и самообладания. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Мемориальную доску в честь почетного гражданина Владивостока, участника Великой Отечественной войны, бывшего руководителя Приморской краевой коллегии адвокатов Ивана Римкунаса, открыли во Владивостоке. Мемориальная доска установлена на фасаде дома номер 34 на улице Пушкинской, где проживал ветеран. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава администрации Владивостока Виталий Веркиенко, председатель городской думы Андрей Брик, почетный житель города Геннадий Лазарев, представитель Совета адвокатской палаты края Игорь Поляков и другие гости общественности. За период своей армейской службы с 1941 по 1979 год Иван Римкунас был награжден тремя орденами и 11 медалями. В 1983 году был избран на должность председателя президиума Приморской краевой коллегии адвокатов и проработал на этом посту до 2002 года. В 1991 году указом президента России Ивану Римкунасу было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». С 1996 по 2004 год он возглавлял комиссию по защите прав граждан при губернаторе Приморского края. Напомню, что в последние годы администрация Владивостока проделала большую работу, чтобы сохранить память о людях, внесших огромный вклад в развитие города. Поисковая экспедиция России и США обнаружила гидроплан времен Второй мировой войны. Поисковики двух стран намерены отыскать упавшие самолеты военных времен. К слову, первые находки уже обнаружены. Это боеприпасы гильзы от пулемета «Браунинг», когда-то установленного на гидроплане «Каталина». Во Владивосток прибыли специалисты агентства по учету потерь и пропавших без вести Минобороны США и археологи Питтсбургского университета. Вместе они займутся поисками американских самолетов времен Второй мировой и Холодной войны. Гидроплан «Каталина» найденный на этот раз – самая массовая в мире летающая лодка. На Тихоокеанском флоте из «Каталин» сформировали отдельный разведывательный авиаполк. Экипаж найденного гидроплана погиб, но это были советские летчики и их фамилии известны. В Приморском крае экспедиции будут работать еще в двух предполагаемых местах крушения самолетов, а осенью в Соединенные Штаты отправятся российские поисковики. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Отопительный сезон еще продолжается на севере Приморья, а во Владивостоке начались гидравлические испытания. Жители Приморья могут попробовать дальневосточные медии по специальной цене. В крае стартовал очередной гастрономический фестиваль. Спасенных в Приморье Тюлени выпустили в естественную среду обитания. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС – мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Ракотская, и мы продолжаем. Отопительный сезон еще продолжается на севере Приморья, а во Владивостоке начались гидравлические испытания. Жители Приморья могут попробовать дальневосточные медии по специальной цене. В крае стартовал очередной гастрономический фестиваль. Спасенных в Приморье и Тюлени выпустили в естественную среду обитания. Отопительный сезон не закончен в Дальнегорске, Кавалеровском, Ольгинском и Тернейском районах. Тепло в дома и социальные объекты подается на севере края. Также частично оно присутствует в Кировском, Красноармейском, Лозовском и Харольском районах. Всего продолжают работать более 20 котельных. Между тем, в Приморье уже стартовала ремонтная кампания по подготовке к следующей зиме. Сразу по окончанию отопительного сезона начинаются гидравлические испытания теплотрасс, после чего коммунальщики приступают к их ремонту. Так, во Владивостоке гидравлические испытания уже стартовали. С 14 по 21 мая от горячего водоснабжения отключены жители части Первореченского и Ленинского районов. С 21 по 28 мая без воды останутся жители Фрунзенского, а также части Первореченского района. С 28 мая по 4 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей в Первомайском районе. С 13 по 20 июня без горячего водоснабжения останутся жители Советского района. Главный поставщик энергии в Приморье отметил юбилей. В 1938 году на Дальнем Востоке впервые возник энергетический гигант – электросетевое хозяйство «Даленерго». Сегодня предприятие называется «Южноэлектрические сети». И на днях они вместе с приморским филиалом АО «ДРСК» отметили 80 лет. Поздравить энергетиков собрались первые лица края, а развлекательную программу торжества разбавили музыканты из приморских рок-групп. Подробнее в следующем сюжете. Дальнем Востоке И не просто так. Сегодня «Южные электросети» обслуживают 8 сетевых районов при помощи 115 подстанций. Энергетики следят за состоянием 7 тысяч километров линий электропередач и более 1200 трансформаторных объектов. На сегодняшний день мы работаем по обеспечению электроэнергии территории, опережающей развитие Большой Камень. Специалисты южных электрических сетей работают по обеспечению надежного электроснабжения Восточно-экономического форума. Работаем серьезно с программами по обеспечению земельных участков для многодетных семей, выделяемых по президентской программе. В ходе празднования юбилея ведущие торжественной программы напомнили об основных вехах истории дальневосточного электрогиганта. А с теплыми словами и поздравлениями на сцену не раз выходили представители топ-менеджмента компании. Кроме стихотворений и исторического экскурса, публику порадовало выступление рок-группы из Хасанского района Приморья. В течение 80 лет на предприятии сменилось несколько поколений энергетиков, но одно осталось неизменным. Это сплоченный, высокопрофессиональный коллектив, задача которого обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей региона. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Фестиваль Мидий стартовал в Приморье. Он является одним из целой серии гастрономических фестивалей, которые призваны поддержать дальневосточную кухню и сделать Владивосток, Приморье, да и всю Техокеанскую Россию регионом привлекательным с точки зрения гастрономического туризма. До 20 мая местные рестораны на 10 дней включают в меню приморские Мидии по специальной цене. Наш корреспондент Дмитрий Беломеснов узнал, как и где выращивается главный морепродукт этого фестиваля. Трепанга, Тихокеанскую устрицу, приморского и японского гребешка и, что нас сегодня особенно интересует, мидию можно ловить повсюду в акватории Приморья. Но для промышленных масштабов производства таких деликатесов в регионе созданы специальные морекультурные хозяйства. Одно из них расположено на острове Русский в бухте Воевода. В плавучем здании располагаются и офисные кабинеты, и цеха. Технология отработана до тонкостей. Эта мидия росла на специально вывешенных веревках два года. Личинки мидии засыпают в хлопковый чулок и вешают на канат в море. Чулок через месяц растворяется и остается висеть только мидия. Затем канат созревшими моллюсками проводят через специальную машину. Здесь ракушки снимают с веревочной основы, разделяют, промывают и сортируют по размерам. Минимальная – это в основном та мидия, которой нет двух лет. Это скорее та мидия, которая в прошлом году тоже осела на эту веревку, ей год, но она росла вместе с этой мидией. Поэтому мы ее отделим и вновь опустим в воду на доращивание. А та мидия, которая уже достигла длины раковины 4 сантиметра, она уже считается товарной. Добывать товарную мидию начинают сразу после схода льда. Сейчас она полная, содержит много мяса и полезных микроэлементов. В конце мая добыча останавливается из-за нереста. Большое количество этих моллюсков отправляется в те заведения, которые участвуют в фестивале мидий, чтобы поддержать программу развития дальневосточной кухни, цель которой – сделать Владивосток, Приморье, да и весь Дальний Восток регионом, привлекательным с точки зрения гастрономического туризма. Техзадание для рестораторов очень простое. Должно быть в блюде 500 грамм мидий в готовом виде. К ним могут быть дополнены соусами, овощами, всем чем угодно. Это уже зависит от фантазии шефа. Есть у фестиваля и еще одна задача – создать культуру потребления местных продуктов. Ведь чем ближе растет, обитает к нам продукт, тем он для нас органичнее и полезнее. Насладиться местным сезонным изыском, приморской мидией, причем по достаточно скромной цене, жители и гости Владивостока и находки могут до 20 мая. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Специалисты в Приморье после реабилитации выпустили в море пять тюленей. Сотрудники Приморского реабилитационного центра «Тюлень» полтора месяца выхаживали тюленят, попавших в беду. Когда они окрепли и набрали вес, их выпустили в море у острова Желтухина. Перед выпуском их взвесили, затем поместили в транспортировочные клетки и отвезли на автомобилях до катера, который доставил до острова. Там тюлени сразу устремились с берега в море. Отмечу, реабилитационный центр «Тюлень» существует в Приморье с 2007 года. Сотрудники центра ежегодно выхаживают около десятка животных, попавших в беду. В центре тюленям оказывают необходимую помощь, а после возвращают в естественную среду обитания. И далее к новостям спорта. Футболисты «Луч Энергии» драматично завершили сезон. В последнем матче против клуба «Крылья Советов» решилась судьба приморцев Лиги ФНЛ. Тем временем баскетбольная Суперлига не собирается заканчиваться. В финальной серии «Спартак Приморье» сравнялся по очкам с «Самарой» и теперь готовится к решающей встрече за чемпионство. Все подробности у Максима Яковлева. Футбольный клуб «Луч Энергия» провел последний матч сезона. У себя дома приморцы принимали одного из лидеров чемпионата. «Крылья Советов» из «Самары». Игра носила довольно напряженный характер, потому как решала судьбу одновременно нескольких команд. Желто-синим нужно было кровь из носу добыть победу, которой, к слову, было недостаточно, чтобы остаться в ФНЛ. Вдобавок соперники по таблице, которые играли в это же время, должны были проиграть. Матч во Владивостоке прошел по сценарию «Луча». Хозяева активно прессинговали и проводили неплохие атаки, в то время как самарцы скромничали в нападении. Приморцы вскоре забили два гола, причем практически под копирку. Штрафной удар почти с одной и той же точки в первый раз замкнул Максим Насадюк, во второй раз мяч сам залетел в ворота. «Крылья» ничем толком не ответили, поэтому при счете 2-0 игра в итоге завершилась. В матче, в котором мы встречались с лидером, и многие думали, наверное, что мы будем играть безвольно, а на самом деле ребята играли с полной концентрацией, выкладывались с полностью, поэтому победа она заслуженная. Однако соперники по таблице тоже не оплошали, поэтому «Луч» остался на 18-й строчке, а значит, по правилам, теперь должен покинуть лигу и отправиться во второй дивизион. Единственным условием сохранения места может стать только отказ сразу трех клубов ПФЛ на повышение. Об итогах лицензирования станет известно уже в ближайшее время. «Спартак Приморья» не сумел дожать соперника в финале Суперлиги. Решающая серия матчей против баскетбольного клуба «Самара» на выходные переехала во Владивосток. При общем счете 2-0 приморцам требовалась всего одна победа для официального чемпионства и золотых медалей. Но что-то пошло не так. Первая игра в «Олимпийце» сразу показала, что гости не собираются сдаваться. «Самара» смело в сухую выходила вперед и точно бросала из-за дуги. «Спартак» же в основном был в роли догоняющего. Увы, но догнать не успел. 69-78 и первая победа гостей. «Надежды красно-черные» оставили на четвертый матч серии. Вновь на том же месте и в то же время расклад повторился. Хозяева, правда, в этот раз были поуверенней. Соперники шли вровень почти всю игру. К заключительному отрезку финалисты подошли при счете 55-57 в пользу гостей. Однако решающую 10-минутку героически отыграли именно самарцы, которые в итоге получили вторую победу 71-80. «Я благодарен игрокам, которые вышли и вышли именно не проигрывать серию, а вышли цепляться и побеждать, чтобы команда и серия вернулась в Самару». «Хочу поздравить команду в Самару с сегодняшней игрой, с победой. Тяжелое, конечно, для нас поражение дома, но еще пятая игра и в ней будем бороться до конца». Теперь счет в серии 2-2 и решающая игра пройдет в Самаре уже 16 мая. Напомню, что последний раз «Спартак Приморья» был чемпионом Суперлиги 7 лет назад. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Приморье. Вирус подтвержден лабораторно. Часть Владивостока осталась без горячей воды. Стартовали гидравлические испытания, а в северных районах Приморья продолжается отопительный сезон. Человек, который открыл закрытый порт Владивосток Юрий Авдеев, рассказал, как сделать краевой центр мировым городом. Фестиваль «Мидии» стартовал в Приморье. Угоститься морепродуктами с дальневосточным колоритом можно в местных ресторанах. Сотрудники детской краевой клинической больницы номер один получили награды Министерства здравоохранения. В районе перекрестка Русское столетие появится умный светофор. Его установке поспособствуют японские специалисты. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. Коста «Сирена» впервые в своей истории зашла во Владивосток. Днем 12 мая круизный лайнер пришвартовался к причалам морского вокзала. На борту судна было около 3000 пассажиров из Кореи, а также около 1000 членов экипажа. Гости за время пребывания познакомились с достопримечательностями Краевого центра. Также по традиции на борт поднялась делегация Приморья. Коста «Сирена» отошла от причала морского вокзала ровно в 23 часа. По местному времени проводить ее пришли десятки жителей Владивостока. Те, кто не успел полюбоваться океанским гигантом, может посмотреть на него прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok